Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня хочу показать новинки, которые у меня зацветают. У кого есть одноклассники и контакт, те уже видели мои новинки в фотографиях. А сегодня хочу показать краткие обзорчики сортов. Сорт АВ лесные мотыльки. Очень мне понравился, очень нежный, очень красивый. Эту фиалочку я купила летом уже взрослой цветущей розеткой. Я ее переукоренила и она не зацветала, пока не набрала хорошую листовую массу. Фиалочка пестролизная, сорт полуминим. Цветы написано, что это форма зайчики. Я на них смотрю, так для меня это вообще капельки нежности. Очень красивый нежный сорт. Камера не всегда передает все, что видит глаз, но все равно вот видно этих мотыльков. Очень красивая форма цветочков. На краях лепестка ярче окраска. Вот такие маленькие, красивые. Я думаю, что листики я укореню, потому что уже спрашивали, будет ли этот сорт в продаже. Да, будет. Мне он и самой нравится. И хочется, чтобы он был и у вас в коллекции. Эта новинка у меня в коллекции появилась с деткой в августе месяце. Вот такая вот красивая полуменюшка, если я не ошибаюсь, на пестролистной розетке цветы осы. Осы синие, без всяких фэнтези, но тем не менее смотрится очень красиво. Цветоносы немножко длинноватые, но в принципе у всех фиалок, у которых форма оса, цветоносы немножко длинные. Фиалка, конечно, это на любителя. Не все любят осы, но мне нравится. Я люблю, когда есть в коллекции вот такие вот цветы вот с такой формой. Причем у меня осы есть разные. И махровые, и не махровые. Поэтому я рада, что я приобрела этот сорт. Очень красиво. Листиком я этот сорт уже укореню. И деточки этого сорта будут. Но будут листья или нет в продаже, не знаю. Потому что очень быстро розетку не наращивает. Сорт такой неспешный. Никуда не торопясь. Еще один сорт селекции Ви. Это сорт Ви Белла. Полу-миниатюра тоже на пестролистной розетке. Цветочки осы. Осы винно-красные. Листва турнюрная у этого сорта. Она с ушками. Есть листья с двумя ушками. Вот как здесь, с двух сторон у листа ушки. А есть ушка с одной стороны. Ушки разные. Очень интересно смотрится. Вот этот цветонос самый первый. Фиалка выпустила. Но он так и не расцвел. Вот в таком вот состоянии так и остался. Сегодня его уберу. А вот перед других цветоноса распустились полностью по сорту, как должно быть. И еще там есть цветоносы, которые не распустились. Будет побольше цветочков. Я, конечно, вам этот сорт покажу. Вот такая вот красавица. Но тоже на любителя, как и предыдущий сорт. Еще один сорт с цветами-осами. Это ДС Волшебный бутон. Здесь уже цветы осы мокровые и очень интересной формы. Они немножко и на розы похожи. И в середине цветка лепесточки как бы собраны. Два цветоноса пока сорта распустил. Но цветоносы падают, потому что цветы огромные и тяжелые. Розетка перестала расти, потому что цветоносы вытягивают всю силу. Поэтому сегодня я их уберу. Уберу и пересажу в больший объем. Сейчас фиалочка сидит в 50-граммовом стаканчике. Пересажу, наверное, в 80 или в 100 граммов. Потому что сорт полумини. И листики здесь, конечно, очень большие. Вот такая вот красота. К сожалению, камера передает, что фиалка розово-грязная. Вот такие цветы. Но на самом деле грязного оттенка, вот вживую, когда смотришь глазками без камеры, его просто нет. Цветы очень действительно красивые, красивой формы. Но, наверное, они будут и дальше лежать. Потому что цветоносы такую массу цветов, мне кажется, не выдержат. Но посмотрим. Пересажу, фиалка повзрослеет и будет видно. Миниатюрная трейлерная фиалка Pony Ride с химерными цветочками. Уже второй раз у меня этот трейлер в коллекции. Первый раз был два года назад. Маленьким пасынком. Только зацвел по сорту. И была обработка от мучнистого червеца. К сожалению, был большой срыв для пасынка. И он ушел в спорт. И вот в этот год я снова заказала этот трейлер. И вот сейчас смотрю, пасынков очень много. И которые зацветают из них, они зацветают сортом. Что меня очень радует. О формировке, конечно, пока речи не идет. Пока он еще маленький. Пока пасынки еще очень маленькие. Потом, конечно, я им займусь. Ну и сейчас растет на свободном выгуле. Как хочу, так и расту. Главное, цветет по сорту. И цветочки очень яркие. Не заплывают. Очень такой чуткий окрас белой полосы. Понравился мне этот сорт. Вообще, люблю трейлеры именно химерные. Поэтому вот этот у меня есть химерный. И еще сейчас покажу другой. Этот трейлер покупала пару месяцев назад. Он уже был цветущий. Он тоже менюшка. Только у него листики пестрые. И цветочки. Если у предыдущего трейлера была в серединке белая полоса, то здесь белая полоса по краям. Но здесь не синий цвет, а больше такой сиренево-фиолетовый. Был один пасынок. Сейчас вот смотрю, еще один пасынок вырос на том пасынке. В общем, получилось две макушки сейчас. И из грунта еще растет маленький пасынок. Тот, который растет из грунта, я не уверена, что он будет сортовой. Ну а так вот получается. Две макушки сейчас вот у этого трейлера. Цветочки тоже маленькие, небольшие, полосатики. Когда этих цветов очень много, трейлер смотрится красиво. Сорт Пришес Ред. Миниатюра практически с черными цветами. Они красно-черные. Они настолько темные, что практически сливаются с листьями. Вот на камеру и при близком освещении еще можно рассмотреть, что они действительно красные. Но они очень, очень, очень темные для любителей красного. И листья у них темные, и цветы. Розетка у меня немножко кривоватая, потому что она вся запасынковалась. Пасынки у меня просили после того, как я выставила фотографию этого сорта. Поэтому пасынки рощу. И постараюсь все укоренить. Конечно, если будут совсем маленькие, что будет не снять, то, может быть, их пока укоренять не буду, дам подрасти. А так желающие есть на этот сорт, поэтому пасынки будут. И я думаю, что к лету они уже хорошо подрастут, к весне. Ну, а так листики в срезку, кому нужно, тоже этого сорта будут. Это полуминиатюра, сорт с клакамусной листвой О.С. Джунгарик. Белоцветковый сорт. Цветы анюточки. И цветет очень долго. Меня удивило то, что цветочки не желтеют и не жухнут. Хотя сорт белоцветковый. Очень здорово. Листочки клакамусные у этого сорта. Они полосатые, как листья у подорожника. Очень интересно смотрятся эти полосочки. Сорт этот с золотой кроновой пестролистностью. Вот немножко здесь видно в серединке светлые желтые листики. Потом эта пестролистность теряется. И еще я заметила, что некоторые листики снизу стали как бы желто-коричневого оттенка. Смотрю, они не вялые. А потом перевернула, они красные с изнанки. И получается, вот смесь зеленого и красного цвета дает вот такой желто-коричневый оттенок. То есть листики не больные, они вот просто с пигментом. Это первое цветение молодой розетки. Сорт я покупала или детка, или пасынкам, я уже не помню. Но сорт долго не цвел. Не знаю, как другие сорта с клакамусной листвой, но этот сорт сначала нарастил розетку, а потом вот запустил цветение. У меня еще есть другие клакамусные сорта, поэтому наблюдаю за ними. Как распустятся, покажу. Это сорт подарочная новинка в моей коллекции. Сорт с цветами-колокольчиками. Цветочки полностью не раскрываются, держат форму. Цветы сиреневые, и мне показалось, что они немножко выгорают. Полуминиатюра, если я не ошибаюсь, пестролистная. Цветочки разваливаются, потому что видела фотографии у других, да, вот примерно так же. У меня это первое цветение, но и не первое цветение, тоже цветоносы немножко длинноваты. Тем не менее, цветы очень красивые. Я выставила фотографию первого цветочка. Вот они распускаются, такие ярко-сиреневые, и даже искрятся от подсветки, а потом светлеют. На камеру то, что они искрятся, не видно. И вот заметила у одного цветочка в середине бутон, прямо рядом с пыльниками. Не думаю, что он распустится, нужно просто его убрать. Вот такой вот интересный сорт. Дорогие друзья, сорт этот не новый, и поэтому, у кого есть в коллекциях, напишите, пожалуйста, отзыв об этих милых колокольчиках. Хочется знать и ваше мнение. Сорт Робс Элегант Эмеральд. Маленькая кукольная розетка миниатюра, с огромным букетом цветов. Цветочки белые колокольчики с зеленцой, поэтому цвести должны долго. Немножко букетик поразвалился, потому что я сегодня листики расправляла и освобождала макушку, точку роста, чтобы немножко было проветривание верхних листиков. Вот такой вот огромный букетик, и это первое цветение. Розетка с пасынками, поэтому немножко кривовато. Пасынки подрастут, конечно, я их сниму. Вот такая шапка цветов. Изумительный сорт, желающие на него уже есть, поэтому пасынки пристроить в заботливые ручки труда не составит. Красивый сорт, мне понравился. В этот год мне вообще хотелось приобретать колокольчики и сорта с горохами, что я и сделала. Очень много и тех, и других. И снова колокольчики. Это сорт Р. Розовый тюльпан. Розетка полу-мини по листикам. Колокольчики светло-розовые. И центр колокольчика немножко ярче. Цвет как бы из серединки колокольчика растекается по всем лепесточкам. Их краям они уже более светлые. Цветоносы пока еще падают. Это первое цветение сорта. Но может быть и дальше цветоносы будут длинноватые, потому что бывает такая особенность у колокольчика, что именно длинные цветоносы, как и у цветков ос. Но посмотрим. Пока мне сорт нравится. Первое цветение. И вот так вот выглядит фиалочка. Листва обычная зеленая. Буду дальше наблюдать. Я этот сорт хотела. Фотографии у всех разные. Но ни у кого букета с плотной шапкой цветов я не видела. Вот примерно этот сорт так и будет цвести. Зацветает, наверное, один из самых популярных трейлеров. Робс ванилла трейла. Я его покупала, наверное, в августе. Пасынка. И вот он сейчас так цветет. Несколько пасынков он уже дал. Какие-то пасынки цветут, но какие-то только набирают бутончики. Вообще, по-хорошему, надо было бы все цветоносы убрать и дать нарастить розетку. Но где как-то вот рука не поднимается. Вот с этой стороны еще не цветет. Цветет только вот здесь. Поэтому он у меня так и стоит на полочке. Любуюсь вот этими красивыми розовыми розочками. Очень нравится этот трейлер. Цветы не крупные, но они очень красивые и нежные. Пасынка в следующий год. Я не знаю, будут или нет, потому что спрашивали. Ну, а листики точно будет. Я думаю, что он за зиму все-таки поразрастется. Это сиалочка малышка листовая химера болчук белый волк. Очень нежная, очень светлая. У нее светлые листья и светлые цветы. Очень красивый сорт. Очень мне нравится. В коллекции она у меня примерно с полгода. И наращивала листики. Только сейчас начала давать цветоносы и распускаться. Это только начало распуска. Но еще ни один цветочек не завял, ни один не сняла. Буду наблюдать. Даже если у этого сорта цветочки очень быстро будут портиться, я его из коллекции не уберу, потому что сорт красивый и без цветов. Сорт без пасынков. За полгода она ни одного пасынка мне не дала. Но на пасынки ставить я ее еще не планирую, потому что еще слишком мелка. Надо ей подрасти. Листиками она не размножается. Те, кто не знают, как размножать листовую химеру, только пасынками. По-другому никак. Поэтому пасынков в этот год не будет. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня все. Спасибо, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока.